как я снимаю я думаю что вообще как я делаю видео я уже на эту тему снимал видео можно еще разок повторить я снимаю на видеокамеры sony fdr x 3000 считается экшен камерами до этого у меня были gopro 3 плюс к ним экранчики пристегиваются хорошие камеры целом если их ничем не сравнивать вот я на них раньше снимал не было стабилизатора в них вернее gopro 3 плюс не было стабилизатора не скакали видео такое скачущее получалось и даже если потом на монтаже программе балансировать то все равно что-то не то получается вот эти камеры sony x3000 они имеют внутренний стабилизатор оптический стабилизатор стабилизатор есть электронный есть оптический считается электронные стабилизаторы ну ерунда они действуют вроде бы как за счет того что картинку уменьшает и стабилизатор этот оптический действует иначе то есть он как-то там линза держит вот они мне понравились и я с ними пришел на них снимаю видео на них отхожу в камера маленькая ее можно всегда иметь под рукой стабилизатор день не нужен она сама хорошо стабилизирует главное руками не махать так что еще для лучшей съемки я все-таки купил для нее специальный стабилизатор но оказалась проблема с моторчиками они шумят на так на ты не слышишь что они шумят а вот при записи они то рядом с камерой вот этот фон создается от их работы возможно их как это можно подрегулировать я пока в это дело не вникал никогда было хотя надо бы потому что я купил два таких стабилизатора вот вот уж меня это наградила так уж вышло один запечатано лежит ну ладно далее у меня есть камера sony 550 это камера куплена на лет десять назад если не больше она снимает full hd то есть полностью дает такую картинку и мне так картинка там несколько режимов она в целом тоже удовлетворяла две камеры всегда беру потому что когда снимаешь видео с собеседником одну камеру на себя другу камеру на собеседника и пошла съемка аккумулятор помощнее вот это да получается что нужно долго снимать я как раз появлю два аккумулятора они там что-то чуть ли не на 500 минут каждый естественно не стоит хорошо тысячи всем вот вот этот мне нравится там от кидной экранчик этот экранчик ты откинул приблизил удалил здесь нету таких функций вот насколько я мог сравнивать вот эта камера нового поколения уже еще снимал она как-то получше париже снимает нежели то опять таки это все видится при сравнении если нету никакого сравнения у про будет отлично снимать или это sony hd будет великолепно будете смотреть картиночку и радоваться как только начинаете сравнивать получается кто на что способен и так как я думал снимать целебную кулинарию то я мне порекомендовали вот сейчас это был как раз тринадцатый год сейчас вот все снимают на фотоаппараты канон марк 5 3 супер дупер качеством киношная но в отличие вот видеокамер вот это может снимать не выключаясь насколько хватит аккумулятора аккумулятора хватает на час с лишним а то и больше в зависимости от теплоты оказывается аккумуляторы вздыхают на морозе быстро тоже касается гоупро тоже касается камеры той sony 550 она тут будет 3 часа снимать это точно без всякой без всякого отключения а фотоаппараты это 30 минут даже ты где-то 20 29 то есть они искусственно ограничены и не выключается но на фотоаппаратах конечно эти штуки профессиональные можно выставить значение картинки очень и очень качественные тем более матрица там полнокадровая тут матрицы не полнокадровая но тем не менее сложность еще заключается в том что там надо там нету во первых при видео автофокуса там нет баланса на фотоаппаратах canon mark 3 и поэтому лучше всего сниматься штатива или со специального крана штатив у меня есть и вот если это съемка идет помещение пожалуйста установил на штативы настроил навел резкость ну тогда можно добиться очень и очень хороших таких профессиональных результатов съемки ну вот я целебную кулинарию как раз снимал 4 камеры canon так как нас двое почему 4 спрашивать потому что одна камера крупный план на меня направлено другая камера направлена на собеседника 3 общий план она охватывает и меня и собеседника а четвертое крупный план что творится на столе что мы делаем чтоб крупно было руки видно вот это все сразу снималось одновременно синхронно далее уже в программе финал к 10 я уже рассказал что пришлось ее изучить ну изучить настолько чтоб можно было работать не досконально и уже делать из этих четырех камер одну мульти камеру это на программе видно появляется четыре окошко действие происходит одновременно и в зависимости от того что тебе надо взять ты уже берешь переключаешь одну камеру другую камеру то есть уже это профессиональная программа для монтажа и получается видео которые показываю далее меня заинтересовал так называемый хромак зеленый или же голубой экран что это такое я думал что это очень какая-то сложная штука оказывается ничего сложного нету надо всего лишь на все было приобрести зеленый фон то есть большой холст в данном случае я купил рулон бумаги то есть его также используют это тоже твич профессионально просто бумага замазал оси и оторвали она гораздо дешевле там тряпочки или еще какое-то там покрытие выбросили отмотали но и поставили то есть вот этот рулон бумаги что там 6000 и по моему даже со стойками на может там еще стойки я не знаю обошлись там тысячи в три с перекладиной то есть не так все это дорого как как мне представлялось и сложно потом вот значит на зеленом фоне снимаешься просто поставил и вот стул навел на себя камеру вверх что-то все больше пользуюсь камерами чем фотоаппаратами вот навел я на себя и потом с этой картинка картинку сбрасываем в программу и там есть такая функция наложение наложение на зеленый фон другого видео совмещает все это программа сама там делает просто мышка а конца теперь перетянул на зеленый фон с одно видео зеленый фон вверху второе подложка в которой ты хочешь быть она внизу и потом бросаешь из программы вот эту функцию на зеленый фон и на это дело этого прозрачно и такое впечатление как ты сидишь там в лесу возле моря ну и прочее прочее очень такая занятная вещь оказывается и еще да и раньше широко используют когда надо построить там декорации соответствующей картине декорации это естественно уже затраты гораздо вот это какие декорации это уже затраты идут а можно просто-напросто этот фон нарисовать так удачно а можно его вообще не нарисовать а заранее снять как я делаю и подложить и получается что вы на фоне таких богатых или даже уникальных декораций что-то там делаете вот так вот я снимаю во время съемок я понял следующее все твердили что важен свет да важно освещенность она влияет на качество картинки какая картиночка вас будет и умение снимать а именно это плавность перемещение камеры либо либо сниматься штатива в противном случае если все делать резко быстро например как вот так вот то картинка скачет и смотрите невозможно поэтому все должно плавно делаться хорошо и если еще имеется внутренний этот оптический стабилизатор то все получается довольно таки прилично что касается звука нет со звуком со звуком тут разные так сказать существуют проблемы ну например при записи на камеру sony здесь вот два микрофона для съема стереозвука эти микрофоны хороши при записи в тихую погоду вообще экшн камеры хорошо записывают там в тихую погоду а sony особенно но если имеется ветер тон в этих вот дырочках которые здесь имеются дырочки отверстие для микрофона он завихряется и получается что там он свистит шипит и звук пишется некачественно вообще не пишется один шум вот тех камеры sony 550 у них запись звука пятиканальный то есть они очень хорошо пишут звук но опять-таки все это должно быть при тихой погоде помещение на ветроне также шумят как поэтому вот борется с помощью до ветрозащиты там различных микрофонов выносных у меня если у нас не микрофона но как-то это все надо настраивать знаете чем больше настраиваешь больше этих прибамбасов тем меньше хочется что-либо делать время уходит не на то чтобы ты что-то сделал там заснял а будешь там настраивать баланс белого еще что-то еще что-то еще что-то звук подключать а событие то уже опа она уже и прошло то есть вот летели утки пока я тут достану настрою для записи видео мак-3 утки уже пролетят а а утки крякали крякали ходишь здря куда-то не пролетели вот что-то там вороны хотят что такое какая-то коряга не коряга не помешли что-то такое есть у меня естественно и специально звуковые прибамбасы зенхайзер по-моему называются они то есть микрофон передатчиком подключен а потом на фотоаппарате это на фотоаппарате в основном я использую на фотоаппарате приемник и сразу же звук с петличкой через этот передатчик на приемник идет фотоаппарат вещь хорошая ну когда вот я активно снимал целебную кулинарию получалось интересная картина надо было постоянно следить за тем что фотоаппарат и отключается то есть надо уже иметь такой как бы сказать профессиональный навык передачи умудрится записать за 30 минут включим бывает что аккумулятора не хватает и где-то не отключается через 15-20 минут пока ты там настроился то же самое батарейки в этих петличках они тоже имеют свойство разряжаться выходить из строя то есть за всем этим надо следить и надобало так что ты пишешь пишешь передачу вот вроде бы звук был оказывается там батарейки отключились и ты звук не записал хорошо что 4 фотоаппарат 4 и можно звук уже несколько иного качества взять с другого с другого записанного видео поэтому то думаю зачем нужен этот звука звук оператор он ходит наушников со своей этой аппаратурой смотрит и слушает а именно смотрит постоянно ли идет звук записывается второе слушает а нет или каких-то искажений кто-то что-то там хмыкнул какой-то посторонний звук машина проехала там еще где-то что-то такое то есть это называется брак по звуку и просят повторить эпизод перезаписать и таких случаях во время одной съемки достаточное количество чем это удручает вот ну в целом это интересное занятие я как-то не понимал вот существует производство которое выпускает продукцию ну какие-то там детали допустим машины продукты питание платье и прочее прочее вот а вот голливуд фабрика звезд фабрика понимаете она выпускает фильм то есть она выпускает продукт который вот люди смотрят и за просмотр платят деньги там за пользование продуктом они купили его допустим платье и носит рубашку носит а здесь за то чтобы просмотреть и оказывается что это довольно таки выгодное и прибыльное дело и здесь главное увлечь потребителя кинопродукции каким-то сюжетом какой-то картинкой чтобы он смотрел желательно фильм с продолжением сделать и для того чтобы естественно снимать это желательно путешествовать путешествие путешествие поездки что-то громоздкое даже вот этот фотоаппарат canon mark 3 ну уже напряжно брать потому что ты его взял не знаю сколько там весит килограмм где-то так наверное если не больше уже идти с ним куда-то допустим до какого-то там съемочного объекта где хороший вид переносить его транспортировать это уже такое напряжное дело а другое дело вот так вот экшн камеру положил в карман там сумочку она ничего нет не напрягает взял к ней пару аккумулятора чтобы снимать плюс стабилизатор у нее встроенный оптический и прекрасно идешь с руки со штатива там снимаешь штатив такой маленький портативный ну и тогда вот начинается начинается так сказать творчество а уже на программе ты можешь там приблизить программно отдалить там что-то там нарезать что-то особо выделить вот как глаз нас видит просто смотрим туда ага туда навелась резкость смотрим сюда сюда навелась резкость на столб на столб а это мы не видим то есть глаз у нас куда он повернут на машину у нас сейчас резкость на машину нашего зрения остальное идет фоном вот так точно было продуманное секшн камерами а зачем так резкость наводить еще что-то делать да вот так вот делать лишь бы качественно на картиночка было и все будет очень хорошо так сколько я тут вхожу 55 ну еще один кружочек и хорош ну еще что хорошо знаете вот можно снимать с маленькой вот такой экшн видеокамерой незаметно незаметно то есть интересные моменты ты просто держишь в руке и снимаешь что там происходит потому что если что-то специально там и люди уже ведут себя неестественно скованно и нету той остроты момента который который можно заснять который бывает в жизни ох грохочет вот сейчас небольшой встречный ветерок ну порывы есть такие небольшие вот я послушаю как о сейчас порыв больше я отворачиваю направление ветра оттуда я отворачиваю вот сюда чтобы ветер не забивал ну и что еще хорошо сказать пишется все на карточку можно немножко о карточках рассказать карточки специальные естественно чтобы быстро сбрасывалось видео быстро там записывалось где-то 64 гигавота можно и меньше потому что но если 64 и в очень хорошем качестве hd записывать там где-то вот на эту камеру записывается минуту полторы и пошел еще щелкнул минуту полторы ну пять максимум что-то там записал ему этой карты может хватить на неделю если конечно так включил и не не выключай это уже другое дело два часа и все хотя раньше аккумуляторы разъезжаются ну аккумулятор переустанавливаешь и дальше снимаешь вот поэтому карточка 32 гигабайт гигабота как я их называю нормальный вариант для экшн-камеры заснял сразу же пришел воткнул обработал стер и по новой ну я пользуюсь вот 64 гигабайт хотя 32 хватит с головой ну вот я такой жадноватый до этого 128 128 ну это это да хорошо хорошо когда вы поехали в какую-то поездку правда сразу следует сказать не каждая экшн-камера поддерживает эти видеокарточки на 128 гигабот а на 64 практически на все не поддерживает вот это по-моему поддерживает sony x3000 sony f dr x3000 чем хорошо тогда иметь такую большую карточку она там малюсенькая микро это sd и вы на нее там не надо брать никакого жесткого диска просто на нее все это записываете всю свою там недельную поездку недельную этот отпуск где-то вы были путешествия а уже дома будете заниматься монтажом сбросить с нее потому что я вожу с собой диск вообще-то на один таработ на него там сбрасываю потом это то есть можно этими заморочками не заниматься а вот так вот записал на карточку домой приехал и с нее в с ней все это в виде в компьютер залил и потом идешь обрабатываешь а если две карточки что касается батарейки аккумуляторы показывает что еще половина остается что касается возможности записи видео то еще 41 минута то есть интересно индикатор показывает показания аккумулятора как я говорю часто может быть зависимости от наружной температуры 2 работать холодно слишком часа то меньше тепло дал год около 200 где-то работать в видео а видео это уже на карточку сколько сколько остается времени на карточку что еще удручает с видеотехника это то что ее такой у меня характер полностью укомплектовал то есть если это у про 3 плюс то я к ним экранчики докупил я купил дополнительные аккумуляторные батареи и тут на тебе все это не надо я покупала следующий sony укомплектовую я покупаю sony от и 550 2 тоже аккумулятор и укомплектовую я покупаю 4 mark 53 укомплектовую аккумуляторами этими триподами экранами всякими прибамбасами объективы сменные его тебе на опять эта техника устарела кстати вот парабей видите клюет можжевельник я дам оживельника это фидозик